Мамы онлайн Дорогие друзья, Дом культуры Плещеева, городского округа Подольск, приветствует вас и мы ведущие Наталья Антонова и Надежда Котова. И сегодня в преддверии новогодних рождественских праздников так хочется создать вот этот вот чудесный момент. Хотим создать вам прекрасное настроение, хотим, чтобы вы почувствовали наше настроение, хотим, чтобы мы передали наше настроение вам. И поэтому мы сейчас приготовим для вас рождественские пряники, но так, чтобы вы не только смогли их приготовить, но и почувствовать наполнить ароматом ваши дома, потому что они очень, очень ароматные. Итак, мы представим зрителю, какие пряники мы сегодня будем готовить. Какая елочка замечательная. Вот такие вот имбирные, ароматные, различные. Ими не только угощали друг друга в Рождество и Новый год, но и лакомились, а также украшали новогодние елочки. Они служили еще и украшением. Поэтому мы нашу елочку сегодня также украсим пряничками. А еще вот такие у нас есть варежки. А это известный принт-бук в Подмосковье. Зима в Подмосковье. Слышали ли о таком? Вот так вот можно раскрасить наши имбирные прянички. Итак, дорогая Наталья, приступим? Конечно, приступим. Нам понадобятся, сейчас я вам перечислю продукты, которые понадобятся для наших пряников. Я сразу предупреждаю, что мы ведем традиционную передачу, но пряники у нас будут с небольшим ароматом из Европы. Потому что там присутствует так называемая имбирная смесь. Итак, пшеничная мука, стакан. Ржаная мука, полстакана. Два куриных яйца. Настоящие куриные. Масло сливочное. Коровье. Ну, конечно, в современном мире нам не обойтись без разрыхлителя теста. Половину чайной ложечки. Это я уже говорила, имбирная смесь. А что в ней? Какие ингредиенты? Из чего она состоит? Здесь присутствует гвоздика, корица, мускатный орех, перец душистый. Это основные ингредиенты. Это все перемолото, ну, в данном случае, в кофемолке. И просеяно до мельчайших крупинок, чтобы они не попадались вам на ваш прекрасный зуб. Ну, конечно, нам не обойтись без меда. Какие пряники без меда, естественно. Ну, и в современном мире это уже будет сахарный песок. Полстакана. Вот, здесь еще мы приготовили, насыпали заранее 200 граммов сахарной пудры. Это в дальнейшем понадобится для украшения глазури в наших пряниках. Итак, откуда же, собственно, пришли к нам пряники на Русь? Были ли они раньше? Вообще-то были, конечно, пряники у нас. У нас раньше... Но пряничной смеси как таковой же не было. Не было. Не было, конечно. Но зато у нас был так называемый хлеб. Очень вкусный пряничный хлеб. Медовый. Медовый. Ой, простите, медовый хлеб. А в дальнейшем уже это все трансформировалось в пряники. Наше ржаное тесто медовое. Из него лепили козули. Это объемные фигурки, которые были распространены на севере нашей большой страны. Козули это не только, собственно, коза, как сибу, тудородие. Но там были и коровки, и тетерки с птенциальными, и лошадки. И даже моржи. Да, даже моржи. А в дальнейшем уже это медовое тесто трансформировалось в более плоское. И фигурки тоже стали плоскими, вот как у нас сегодня. Ну, а потом уже, конечно же, пришли к нам на РУС новые веяния. И не только из Европы. Некоторые считают, что из Египта. Некоторые считают, что из Индии. Некоторые считают, что из Китая. Мы не будем сдаваться сейчас в историческую справедливость. А мы просто примем за основу то, что нам нравится данная имбирная смесь. Данная пряничная смесь. И поэтому мы сегодня будем делать именно эти пряники плоские, красивые. И украсим их глазурью сахарной. Итак, приступим. Ну, для начала нам понадобится сделать смесь вот в такой емкости, которую мы затем поставим на кипящую, на водяную баню. Водяная баня у нас готова. Значит, мы... Итак, что добавляем? Добавляем сахар. Сахарный песок. Добавляем 2 столовые ложки меда. Мед размягченный, да, заранее? Да, мед заранее размягченный. Если он у вас успел немножечко затвердеть, будет не лишним его на водяной бане растопить. Так, и в эту смесь я добавлю разрыхлитель. И святое масло. Ну, здесь 50 граммов. Если мерить ложками, то это будут 2 столовые ложки. Я это все помешиваю. Немножечко. Заметьте, мы это все делаем в реальном времени. То есть на эти пряники действительно времени требуется не так уж много. На самом деле мы можем уложиться действительно в полчаса времени. Ну и там еще 5 минут в духовке. Или в русской печке, у кого она есть. Как вам? Ну, отлично, Надюш. Ставим? Да. И продолжаем вымешивать. Так, водяная баня работает. Отлично. А посухие ингредиенты смешаем? Да. Значит, я беру другую мисочку и смешиваю муку пшеничную, муку ржаную, пряничную смесь. Ложечкой все это я перемешиваю. Вот уже очень какой аромат пошел. Только от смеси муки. И еще мне нужно приготовить яйца. Значит, я делаю таким образом. У меня здесь есть два яйца, но поскольку нам нужно приготовить будет с вами еще глазурь, то одно яичко я постараюсь отделить белок от желтка. Вот у меня это замечательно получилось сегодня. И вот этот самый белок я сразу выливаю... Нет, не буду сразу. Ну, извините. А то он боюсь наркотиться. Отсталу вторую мисочку. А в дальнейшем выливаю в тесто, в тесто. В сахарное пудро. Так, второе яйцо тоже разбиваю. И таким образом у нас получается здесь полтора яйца. Венчиком я их смешиваю. Что там? Все отлично. Сахар у нас потихонечку растворяется. Ну, нам потребуется немножечко, минут пять хотя бы на водяной бане. В идеале до полного растворения сахара. И можно будет увидеть, что на водяной бане образуется у нас белая пеночка такая. Это будет говорить о том, что вот этот вот процесс у нас произошел. То есть мы фактически немножечко тесто делаем заварным. Ты, Надюш, Миша, это прям поактивнее, поактивнее. Стараюсь, стараюсь. Так, ну, чтобы у нас время даром не пропадало, мы сейчас пока что займемся тогда действительно с приготовлением сахарной пудры. Глазури. Глазури. Значит, 200 граммов. 200 граммов у нас сахарной пудры. Ее лучше просеять через сито, чтобы не было маленьких-маленьких комочков, потому что потом эти комочки будут портить вкус вашей глазури на ваших тряпках. И всего лишь один яичный белок. Я это вылила туда. И, как ни странно, кажется, что это очень мало. Да? Да. Но по факту получится совершенно замечательная у нас глазурь. Сейчас вся сахарная пудра, она как бы войдет внутрь этого яичного белка. Вот волшебница, Наталья. Ох, стараемся, стараемся. Да и ты ничего. У меня тут прям такая медовая карамель получается. Ой, совершенно замечательно. Аромат какой. А еще мы вам хотели рассказать, что вот тот самый медовый хлеб, с которого мы начали, он был очень распространен в нашей стране. В Архангельце, в Городце, в Вологде, в Москве известны своими хлебами, дальнейшими пряниками Тула, Тверь. И очень широко распространен, сейчас меньше немножечко, но город Вязьма. Да. Конечно, мы живем в Подольске, и по дороге в южных краях у нас всегда стоит город Тула. И, безусловно, тульские мастера до сих пор делают эти пряники, и они ездят и в домашнем варианте, и в очень красивом подарочном варианте. Там прям настоящие умельцы. А помнишь, у каждого мастера были свои рецепты? Да. Которые в строжайшем секрете держались, между прочим. И некоторые мастера пряник, они, честно говоря, настолько не делились своими рецептами, даже собственными детям, что есть истории, когда мастер умирал и забирал с собой этот рецепт. К сожалению, некоторые рецепты утеряны. Я хочу вам показать, что у меня получилось. Посмотрите, как замечательно. Настоящая глазурь? Да, прямо настоящая глазурь. Вот, чудесно. А у тебя там, наверное, куда шло уже все? Да, практически готово? Я тогда глазурь откладываю пока что. Она у нас постоит немножечко в стороночке. Подожди, вот нас. А мы тем временем... Вот такое вот у нас получилось. Да, замечательно. Систенция, да? Уже немножечко белая пеночка у нас образовалась. Угу. Теперь мы сюда выливаем яичную смесь. Я ее взбалкивала. Угу. Это у нас горячая смесь получается. И поэтому пряник у нас получается таким заварным. В данном случае. Я напомню, здесь мед, масло, яйца, разрыхлитель и сахар. Вот. А теперь вот это можно... Еще тростниковый сахар добавить. Можно, да. Ну, поскольку сейчас не лето и тростника у нас нету, мы решили обойтись тем, что у нас есть в магазине. Ну, давай, Надюш, выливай это сахар. Ну, давай, Надюш, выливай это сахар. Так, замешиваем тесто. Сахар, конечно, не до конца растворился, но практически. Я думаю, нам это не помешает. Ну, я должна сказать, что в любом деле, несмотря на точность рецепта, всегда присутствует эффект, который у нас называется как импровизация. Поэтому импровизируйте, дорогие зрители. И, ну, конечно, не стоит сюда добавлять томатную пасту, но, в принципе, все остальное вы можете смело пробовать. Пряники, между прочим, поклестят с разными начинками. Сегодня мы без начинок печем прянички, да, потому что, к сожалению, время эфира нам не позволяет. Да, абсолютно. А если изловчиться и в данное пряничное тесто еще закатать начинку какую-нибудь из повидла яблочного, ну, в старину действительно повидло закатывали в пряник. То есть вы два пласта раскатываете, в один пласт выкладываете повидло, накрываете вторым, припечатываете это все аккуратненько, выпекаете в печке. Но тогда время выпечки вам придется увеличить до 40 минут. Не забудьте. Вот смотрите, как у нас все это замечательно смешивается. А сейчас, поскольку мне нужно будет тесто уже брать руками, то руки мы продезинфицируем. Так, у нас тут есть салфеточки. Ну, на взгляд, кажется, что теста немного. Но по факту получится полкило готовых пряников. Так, давай я тоже подзинфицирую. А какие же начинки, помимо повидла, добавлялись в пряники? Ну, вообще-то еще сгущенное молоко. Ну, в современном манер. На манер современный. Да, может быть. Посыпаем мукой. Мукой немножко посыпаем поверхность, чтобы у нас тесто не прилипало. Хотя каждый раз на самом деле тесто по-разному замешивается. Вот совсем недавно я пекла прянички. Мне совершенно не понадобилось мукой на поверхности. Оно было более густое. Ну, поскольку мы люди современные, все-таки и живем в 21 веке, то мы воспользовались подставочкой для выпечки, для разделки теста, потому что оно действительно удобное. И теперь мы выкладываем. Я сейчас перейду на ручной режим и буду выкладывать тесто на нашу дозу. А я пока представлю зрителю наши коробочки, с которыми мы будем вырезать фигурки. Вот такие вот новогодние. У нас есть и снежиночка, и вот такой вот колокольчик замечательный, и варежка, и, конечно же, новогодняя елочка. Ну и красавица-лошадка. Ой, а уж когда мы сделаем глазурь и украсим эти прянички глазурью, от них будет просто глаз не отвезти. Так, пока тесто у нас теплое, оно мягкое, но по мере остывания оно у нас будет становиться более жестким. Я вот катаю такой колобок и беру его на две части. Одну часть мы сейчас будем разделывать, а вторая часть будет дожидаться своего часа. Ну вот, сейчас я Надюша передаю эстафету. У нас есть скалочка. Волшебная скалочка. Раскатываем тесто. Тут уже кому как нравится, кому потолще, кому потоньше. Тесто такое мягенькое получилось. Надо сказать, что время выпечки действительно зависит от толщины теста. Если мы тесто делаем более толстым, пласты и тесто делаем более толстым, то время выпечки потребуется меньше. Если мы делаем пласты более тонкими, более толстыми, то время потребуется больше. Я сразу приготовила противень, и на противне лежит лист для выпечки, смазанный маслом. И вот сюда мы будем складывать наши фигурки-горки. Так, варежка готова. Держите варежку, елочка. Красота. Приблизительно пекутся минут 7 наши прянички. Из остатков теста можно еще разочек скатать и еще разочек вырезать. Так, что мы, снежинку вырежем? Да, можно снежинку. Вот такая красота получается. Снежинка в готовом виде у нас уже тоже есть. Она на елочке с другой стороны. Давай мы дальше еще один делаем, вот этот круглочек. Есть также формочки у нас не обязательно новогодние. Это уже современный вариант. Здесь, если приглядеться, можно рассмотреть, как будто бы птичка летит. Вот это похоже у нас на воздушного змея фигурка. Ну, сердечки, наверное, все увидели. Ну, и такая вот шестигранничек, из которого можно при помощи глазури сделать снежинку. Ну, это уже как у кого глаз ложится. И фантазия. И фантазия. Так вы будете делать. Вот мы таким образом припечатываем. Остаточки сразу мы снимем, чтобы они нам не мешали. Стороночку отложим. А кормочку мы снимаем. Немножко получше. Вот сколько много сразу пряничков у нас получилось, да? Да, немножечко я помогаю отделиться от кормочки. И дальше вот эти прянички лучше перекладывать лопаткой или ножом на противень, чтобы они у вас не улетали. Мы заранее напекли также пряничков. Пока у нас будет этот противень печься, мы покажем, как украсить глазурью рождественские пряники. Да, Наталья Николаевна? Да. Давай мы вместе уберем пока класт. И достанем уже готовые имбирные пряники из нашей русской печи. Вот такие вот красивые получились и лошадки, и снежинки, и ёлочки. Я хочу сказать, что мы, конечно, в прямом эфире не можем уделить столько времени и духовке, и печке. Это уже ваши будут заботы. Но вот этот вот лист действительно вы кладете в печку на 5-7 минут в зависимости от толщины вашего теста. И затем достаете вот такие вот в готовом виде у вас получаются. Смотрите, они какие совершенно замечательные. А сейчас мы приступим к украшению. У каждого дома наверняка есть либо мешочек кондитерский, либо это шприц. Если вдруг нет мешочек, можно легко сделать из целоканового пакетика. Вот мы сегодня вот такими кондитерскими мешками пользуемся. Помните, мы сделали с вами глазурь? Вот она у нас немножко отстоялась. Приобрела нужные пластичные свойства. И сейчас мы выкладываем эту глазурь в кондитерский мешочек. Конечно, можно взять обыкновенный целлофановый пакетик, срезать у него уголочек. И тоже получится не хуже. Еще одну ложечку, еще ложечку, еще ложечку. Итак, а к этому занятию можно привлекать детей запросто. А еще можно взять пищевые красители или натуральные пользоваться, сделать уже разноцветные. А если на терочке натереть свеколку, выжать из нее сок и добавить в готовую глазурь, то у нас получится глазурь розового цвета. Глазурь у нас дойдет. Мы будем раскрашивать елочку нашу, да? Просто, чтобы вам было лучше видно, Надя будет немножко к вам наклонять, а я уже поведу контур. Какая яркая получилась глазурь у нас. Она прям белоснежная у нас глазурь. Как настоящий декабрьский снежок. Глазурь тоже достаточно быстро сохнет. А теперь мы эту елочку украсим гирляндой. Вот. Здесь уж насколько ваша фантазия. Да, можно и снежинки нарисовать, и шарики. А еще можно шарики сюда сделать. Таких красивых шариков. Немножко замечу консистенции глазурь. Когда она готова, если вы по поверхности глазури проведете вилкой, то через 10 секунд поверхность должна разгладиться. Тогда эта поверхность будет прикладна для украшения. В противном случае она либо у вас не просочится через тонкий носик шприца, либо она, наоборот, вытащит морем оттуда. И тоже не получится. Поэтому следите. Ну, в следующем. Так, елочка готова. Давай снежинку. Давай. Какая чудесная снежинка. Здесь я буду немножко фантазировать, потому что, честно вам сказать, я первый раз такую снежинку раскрашаю. Украшаю. Вообще, я не художник, если честно. Но я очень люблю выпекать дома всякие разные изделия. И достаточно часто дарю такие пряники своим друзьям. Лучший подарок на Рождество. Да. А еще можно положить пожелания в пряничку. Да. Можно завернуть в фольгу, например, ваши пожелания. Ну, естественно, что пожелания должны быть такими добрыми, чтобы они были приятны каждому человеку. Добра, счастья. Кому-то можно замуж выйти, кому-то жениться. Говорят, что эти пожелания, найденные в пряниках, исполняются. Вот так. Еще одну рассказ. Вашку. Угу. Конечно, если сделать цветную глазурь, тут можно так фантазировать. Будет очень красиво. Ну, с белой тоже красиво, потому что мы сейчас печем данные прянички в зимнее время. И белая глазурь олицетворяет белый снег, чистоту природы, чистоту помыслов. Угу. Все самое-самое доброе. А еще оно олицетворяет. На рождение нового солнышка. Скоро лета? Да, да, да. Давай. Колокольчик. Ну, это, конечно, уже современные у нас получаются украшения. Да, колокольчики гораздо позже появились, как украшения елок. Вот. Ну, колокольчик мы тоже сделаем. Детям они очень-очень нравятся. Я вот здесь. Вот сразу фантазирую, сразу предупредитаю. Пошла нестандартным путем. Вот такие мы нестандартные лоди. Очень красиво получается. Замечательно. Ну что, пряники наши готовы? Дорогие наши зрители, мы вам желаем, конечно же, счастливого Нового Года и Рождества. Дарите друг другу счастье, заботу, уют. Замечательные рождественские пряники, да? Да, рождественскими пряниками мы одариваем. Одариваем своих друзей, которые приходят к нам в гости, которые приходят на Рождество, которые приходят праздновать Каледу, которые приходят праздновать Новый Год. Независимо от той традиции, которую вы празднуете, эти пряники будут приятны всем. Конечно же, мы не можем в этот год обойтись без поздравлений. И пожелание вам здоровья. Будьте здоровы, пожалуйста. Ничего не бойтесь. Все пройдет со временем. А пряники кушайте, 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 чтобы вы были здоровы, удачливы, счастливы, чтобы у вас не было забот, трудных забот, чтобы были только приятные заботы, как приготовление вот таких замечательных подарков своим друзьям, родным и близким. С наступающим Новым Годом и Рождеством!